Многие из нас наряжались в детстве на утренники в кошечек, зайчиков и лисичек. Сейчас это приобрело иное значение. Квадробика. Популярный тренд среди детей и подростков. Что-то среднее между хобби, субкультурой и фитнесом. Квадроберы надевают маски животных, прикрепляют хвосты к одежде, ходят, бегают и прыгают на четвереньках, имитируя зверей. Дети развлекаются, взрослые переживают за их, а порой и свое психическое здоровье. Потому что доходят до крайностей, вроде поедания, кошачьего корма. Знают ли саровчане, кто такие квадроберы и как они к ним относятся, давайте узнаем. Знаете ли вы, что это такое, кто такие квадроберы? Не знаю. Дети наряжаются в маске, прикрепляют себе хвосты, ходят на четвереньках. Можно как субкультура или, наверное, это для подростков не самое нужное? Можно. Ничего плохого? Ничего плохого, да, я думаю, нет. Нужно бы хорошо для детей. У подростков разные субкультуры бывают, и квадробинг, и похуже. Поэтому я считаю, пока, ну, никого вреда не наносит это. Почему нет? Знаете ли вы, что это такое, слышно? Я не знаю, не слышно. Знаете ли вы, кто такие квадроберы? Да, что-то слышал, там, что-то в зверей, что ли, они переодеваются, да? Как вы к ним относитесь? Вообще нормально ли это для подростков течение? Это нормально. То есть дети развлекаются, пускай развлекаются, чего бы нет-то. Это лучше в любом случае, чем какая-то наркомания, там, или еще чем-то просиживание. Где-то во дворах, пьянство, там, курение. Пусть делают, нравится, пусть делают. Я не считаю, что это безобидное выручение, и отношусь к этому отрицацией. Дети должны быть детьми, а кошки должны быть кошками. Я считаю, что это не норма.